Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю впечатление про матч 23 тура итальянской серии А, 2023-2024, Наполи-Верона. Хвич Акварацхелия вышел в основе, и со стартовых минут начал разрывать оборону соперника. Уже к 12 минуте грузинский легионер Наполи был сбит в штрафной Вероны, но судьи промолчали, а потом еще нанес два опаснейших удара, но до гола дело не дошло. Конечно же, Акварацхелия на этом не успокаивался и продолжал искать пути к взятию ворот Монтепо, и постоянно нарывался на подножки, после чего вставал с газона и выражал свое недовольство судейскими решениями не в его пользу. Как бы то ни было, но тактика мелкого фола на лидерах атак Наполи к 30 минуте успокоила игру. В возмущениях Хвича можно понять. Веден ни разу не создал момент самостоятельно или после пасов партнеров, потому что грузина постоянно либо останавливали, либо перекрывали защитники Вероны. А два опасных удара Кварацхелии, когда отлично сыграл голкипер Монтепо, состоялись после отскоков рикошетов. Кварацхелия часто вместо того, чтобы отдать пас, сам пытался пройти по два-три соперника сразу, что срывало перспективные атаки. Штрафные удары в виде навесов во вратарскую соперников от Кварацхелии тоже ни к чему не приводили. Сразу же после перерыва Верона создала три голевых момента к 49 минуте, больше чем за весь первый тайм. С двумя опасными ударами не без труда справился голкипер Наполи Галинии, а после подачи углового Кабаль в высоком прыжке не смог нанести концентрированный удар и вместо головой плечом отправил мяч рядом с ближней стойкой ворот Наполи. Вот это начало, задала Верона. Хозяева явно растерялись от подобной наглости гостей. Так что нет ничего удивительного, что во втором тайме Кварацхелия больше мелькал при защите своих ворот, постоянно остановился в стенке при пробитии штрафных футболистами Вероны. Или же сам Хвича и был стенкой. Нет, преимущество Верона не перехватило, но зато стало чаще отвечать опаснейшими контратаками. Так что гол Вероны на 72 минуте не удивил. Штрафной навес, мяч летит в скопление игроков штрафной и Наполи, попадает то ли в плечо, то ли вообще в спину Диего Копполи и по замысловатой траектории влетает в угол ворот. Галини бессилен, 20-летний воспитанник Вероны Коппола, забивает свой дебютный гол в серии А. Но вот тут-то Наполи проснулся окончательно и буквально запер гостей в их штрафной. Мантипо дважды подряд спасает свои ворота после сильнейших ударов. Но и он был бессилен, когда Линстрюм зряче отдал пас в центре штрафной на Сериле, Нгонге, который расстрелял ворота своей бывшей команды, поэтому и не праздновал гол. Кстати, и Линстрюм, и Нгонге вместе вышли на замену на 62-й минуте. Такой вот факт. А на 85-й минуте Хвич Акварацхелия сделал все, чтобы его команда повела. Перехватил мяч, совершил стремительный рывок по левому краю к штрафной соперника и выдал идеальный пас в центр на набегающего отживания Симеоне. Но Мантипо тоже не спал и успел выскочить на перехват и помешал удару. Повторный удар пошел выше перекладины. Хвича в отчаянии хватается за голову. Такой моментище упущен, и тут же Симеоне был заменен. Если не забивают своих передач, забей сам. И Хвича блестяще справился с этой задачей. После паса Мацоки Кварацхелия с линией штрафной мастерски подкручивает мяч в дальний от вратаря верхний угол. 2-1, 87-я минута. И весь стадион в невероятном экстазе дружно начал скандировать «Хвича! Хвича! Хвича! Хвича!». А я только добавлю свой восторг забитым грузином голом. Молодец, Кварацхелия! Ничего тут не скажешь. Наполи побеждает 2-1, набирает 35 очков и поднимается на седьмую строчку турнирной таблицы серии А. Впереди Интер 54 очка и Ювентус 53, которые сразятся между собой сегодня. Дальше шагают Милан 49, Аталанта и Болоня по 36, Рома и Наполи по 35. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч!